Итак, всем привет, с вами Эллен, и это немножко необычное видео, будет целый набор. Дело в том, что совсем недавно, сейчас 5 сентября, с 3 сентября и по 10 сентября будет проходить мультиплеерный бета-тест Assassin's Creed Revelations, который выйдет в ноябре. И он не для всех, в смысле, он только для пользователей PS3, и даже не для всех пользователей PS3, он для пользователей подписчиков PlayStation Plus, особого сервиса, который нихера не может предоставить, кроме полной хрени, ненужной, единственной за последние месяцы, нужный контент, который они предлагают. Вот, например, мультиплеерная бета-версия, вот эта вот. Так как, во-первых, она будет, эта игра не эксклюзив какой-то консоли, а выходит также и на ПК, и на всех возможных консолях, то она, наверное, вот это видео будет интересным всем, посмотреть, что изменилось, например, как оно выглядит. И так как нет возможности у многих поиграть, то я решил сделать такое видео, пусть даже приходится играть на консоли и записывать ее не в HD-качестве. Я хотел сначала купить IG-рекордер, перед тем, как записывать подобные видеопрохождения, но пусть это видео будет бета-тестом, как бы, в двойном смысле. Это будет, как бы, видео бета-теста и в то же время бета-тестом создания таких видео консольных прохождений игр на консоли, вот так скажем. И... и че еще? Ну и в целом, все примерно сохранится то же самое, если записывать в HD, кроме качества изображения. Например, на ПК приходится одновременно, можно одновременно записывать и видео игры, и комментарии, и все это бывает синхронизировано в одну дорожку. Тут же приходится записывать аудио с прохождения отдельно и записи микрофона отдельно, поэтому приходится синхронизировать. И в этом тоже надо, как бы, потренироваться немножко. Ну и вообще, надо же перейти к самой игре, и я сразу хочу сказать то, что видео будет не в HD, максимум будет в 480 пикселей. Все, что позволяет мне сейчас сделать обычный... обычная плата видеозахвата и композитный кабель, или компонентный. Все время их путаю. По-моему, композитный. Поэтому перейдем сразу к игре. Искать им будет, я предполагаю, долго. Тупить я буду ужасно. И чтобы вы знали, я поиграл всего лишь одну игру, и то Билайн решил отключить мне интернет во время... в конце схватки. Поэтому вот вся моя статистика. Я убил всего лишь 6 человек. Но я и поиграл еще, конечно, в Brotherhood немного, но... Я не умею в это играть, поэтому будет много фейлов. Меня будут макать лицом в грязь и заставлять подтирать унитазы своей собственной зубной щеткой. Не знаю. И когда я пытался поиграть в ту партию, точнее, хотел поиграть, то игроков мне игра набирала 15 минут, или 10, или что-то около того. Я предполагаю, сейчас будет то же самое. Хотя нет, смотрите, уже 7 из 8, так что можно не выключать видео. И я сразу говорю, я играю на таком маленьком экране, в котором нихера не видно. Поэтому я могу... Ой, какие вкусные соплики-то были. Да, я знаю, вам приятно это слышать. Вот, и что. И я могу просто не увидеть врага прямо под своим носом, но я постараюсь испортить зрение, но все-таки не делать. Хорошее прохождение. Ну вот, можно выбрать между... Надеюсь, это не все, кто здесь есть, но я буду играть за... Черт, мясника. Самое поганое то, что если ты играешь за... Ассасина, то тебя видно хорошо на карте. Ты так выделяешь из толпы, потому что ты во всем белом, и тебя легко найти. Если вы в это не играли, то я по пути буду вам рассказывать, что нужно сделать. Во-первых, это необычный мультиплеер, довольно. Потому что здесь нужно находить друг дружку при помощи картинок. Вот здесь, внизу есть компас, например. Это... И он показывает, где... Как далеко от тебя находится враг, видит ли он тебя. И самое главное, что можно тебе выдать, это бег. То есть, если ты хочешь скрываться, то ты должен... Я не успею застанет. Если тебя хотят убить, то... И к тебе бегут, то над ними появляются вот такие вот значки, типа... Кругляшка, или Л1, или еще что-то. И мне предлагают выбрать набор перков, поэтому я выбрал сейчас один. Если вы не играли, то, например, можно замаскироваться в толпе. Это я покажу все потом, но теперь давайте хотя бы попробовать кого-нибудь убить. Так, это была не та. Нам нужна девочка в зеленой шапочке. Господи, где она? Я её не вижу. Ага, она ушла. Вон она. Вон она. Идём, 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 идём. Вот она заходит за угол. Ах ты, скотина! Она меня увидела. Присел рядышком. Там ещё одна была, я думала, что это она. Ладно, поехали дальше. Вот теперь компас показывает то, что наверху должно быть. И смотрите, если здесь есть... Ааа, блин, меня жертва увидела, поэтому... Ну всё, я в жопе. Она, наверное, сейчас убежит от меня. Э, где она? Это она. Моя жертва, поэтому... Иииии... Это была цепочка-паровозик, не знаю, как это называть. Поехали дальше. Эта штука весёлая, но я в неё играть не умею. Поэтому не судите строго. Я, как я сказал, я уже... Не играл в этот почти, в этот мультиплеер. И что я хожу пешком? Я же могу... Залезть сюда наверх, например. Я же... Ассасину! 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 Что, она меня увидела? Ага! Не скроешься от меня, скотина. Она опять присела, смотрите-ка. Сейчас её догоню. Не ссыте. Она присела, я её вижу, я её вижу. И мне не дают... Охренеть! Игра не дала мне на ней залочиться. Окей. Я в этом не виноват. Игра виноват. Если бы я подошёл ближе, она просто бы меня застанила. Ладно. Идём дальше. Проходим. Проходим, не стесняемся. Окей. Вверху. Ага, вон он, впереди. Я вижу. Он убегает от меня, козёл. Никогда не навижу жертву, которая убегает. За ней гоняться потом. Вон он, вон он, вон он, вон он. Козёл. Вах. Говёная ловушка. И чё это такое, он меня поджигнал что ли? Ха-ха, интересно. Мда. Здесь я хотел использовать маскировку, чтобы он меня не узнал. Но, всё уже. Поздняк метаться. Ну, опять меня увидели. Как подняться? Ну, отлично! Ну, он меня залочил уже, по-любому. Вон он, впереди сидит. Но он меня увидит. Если я начну прыгать. Ээээ... Эээ... Что он где-то поблизости? Где он? ну прыгай я блин кружок зажимал 3000 лет ага вот он наверху козел убегай теперь он меня увидел я его уже может хватит от меня бегать ну все он убежал этот такой маразм честное слово еще за ним бегать постоянно что ли слушай иди сюда я тебя догоню если к нему подбежать близко то он видит что я за ним бегу и начнется этап погони а я его убил как я не знаю вау моё первое убийца не второе за мной даже никто не ходит смотрите какой бесполезен те просто вот и и как я не привык я все части осознависся скрип проходил на боксе а теперь приходится играть на 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 чем вот он да как я ему нажимал квадратик санченко даст тупость надо было подбегать просто быстрее и мочить его я хотел покрасивше ну ладно ну и ладно опять этот урод который по крышам бегает а треугольнички внизу под ником это количество человек который охотится за этим человеком чем фотография тут все он где он где он вот он вот он вот ну залезай и куда он убежал ну да прыгай ты вниз твою налево а я опять выпустил вон он вниз ушел по моему а вот он вот он за углом прямо за углом а подойти поближе к нему потише потише главное главное чтоб это скотина не убежала никуда но кто из никто из не стоит ах урод он убежал получи козел чтоб пиздох вонючая тварь сколько за тобой можно гоняться хватит уже задолбал кусок гавна вот он вот он упал а я видел врага я знал что он в стоге сена и меня сзади захерачили окей хотя я был в полной невидимости но ладно видимо меня золочили нажали L1 когда я что то сделал неправильно и над мной появился замочек ну в общем увидели что я пытался сделать что у меня не получалось кто а блин не тот он стоял вот здесь гавнюк да я шестой ах ладно для второго раза это не хотя нет это плохо для второго раза ну смотрите-ка всего лишь минус один и и и в холл оф фейм я не попал и это очевидно хе-хе-хе музон классный кстати надеюсь самой одиночной кампании будет тоже круто ну ну к следующему матчу ну 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 ну